Добрый день, дорогие студенты! Я хочу представить самого Саркиши. Сегодня в нашем зале присутствуют самые лучшие студенты армянского происхождения из московских вузов. Они были очень рады тоже принять участие в армянском бизнес-форуме. У них будет возможность задать вам вопросы. Добрый день, дорогие студенты! Спасибо. То, что так кажется, что все возможно, иногда это все потом получается большая трагедия. Поэтому осторожность очень важна. Очень важно иметь серьезный рационализм в бизнесе. Надо сто раз прикидывать, куда инвестируешь. Добрый день, дорогие студенты! Поэтому стандартно нет такого рецепта. Когда денег нет? Когда денег нет, первым надо начинать найти деньги. Потому что без денег никакой бизнес не получится. Ну, а условно, если речь идет о каком-то стартапе, где нужно привлечение инвесторов? Ну, тогда у вас должны быть настолько серьезные способности убедить этих инвесторов. Инвесторы – это не очень легкий народ. Поэтому если он уже инвестор, ну, скажем, у него есть какое-то количество денег, все равно у него есть и мозги. Поэтому он будет очень внимательно изучать ваши все предложения и должны вплоть так обаять вашими убедительными словами, что вот этот инвестор уже закрыл глаза и перешел, как говорится, на венчурные инвестиции. Поэтому постарайтесь. А как это делится с первой деятельностью? Опять, все зависит от количества денег, которые готов инвестировать ваш инвестор. Потому что если я скажу, что надо развивать серьезную нефтяную промышленность, а когда у вас там за душой, допустим, 100 тысяч долларов, ну, понятно, что так не бывает. Ну, от количества денег можно предложить. Ну, первый, для молодых людей самое правильное – это сфера услуг. Начинать с этого, потому что очень быстрый процесс, очень иногда и отдача быстрая, и можете очень быстро доказать вашему инвестору, вы способны на что-то и подвигаться дальше. Потому что серьезные промышленные проекты, серьезные проекты в недвижимости, они очень денежноемкие, и очень тяжело дойти. Только 3-4 года ты будешь только строить этот проект. А у вас, у инвесторов точно столько терпения не будет. Все стартапы – это воздух. Это все зависит, ты умеешь продавать воздух или не умеешь. Вот, это ваши способности. Потому что ни один стартап невозможно оценить. Это кто вам скажет, что он может от и до оценить, это невозможно. Вот посмотрите, мировой опыт. Всего за год сколько стартапов, как говорится, выстреливают. Ну, очень мало. Один, два, если за весь период посмотреть, ну, реальные, которые сегодня действуют, их несколько. Есть такие программы шоу, которые, ну, как говорится, молодые люди придумывают, потом получают инвестора, потом инвестор остается без денег, но это тоже нормально. Самое главное – получить деньги. Ну, для молодых стартапов. Потому что инвестор же понимает, куда он вкладывает. Ответственности у вас в этом нету. Вот, все зависит от вашего обаяния у инвестора, понимаете? А так оценить все ваши стартапы, ну, плюс-минус 1% любой специалист максимум может оценить. Потому что сами сладкие стартапы потом уходят в течение года. Для меня главное – это всегда был порядочность. Это вот самое главное, чтобы люди понимали, что имеют дело с надежным, порядочным партнером. Потому что если ты один раз в бизнесе нарушил свое имя, то никаких успехов, ну, в каком-то уровне ресторан можешь управлять, а дальше уже двигаться невозможно. Вот это я считаю в бизнесе главное. Ты удивишься, но очень часто. Но не по моей вине. Это есть такое понятие в бизнесе – страновые риски. Мы живем в такой стране, где каждый год мы заходим в кризис, через год выходим, потом 10 лет находимся в кризисе. Поэтому всегда наши планы приходилось корректировать. Вот здесь как раз наш управленческий опыт помогал, чтобы мы не рухнули. Потому что мы несколько раз били даже на грани. Ну, это те 90-е годы. Но все равно эти моменты били, но все равно мы смогли выскочить из этой ситуации. Я, естественно, каждый день это чувствую. И каждый день все делаю. Все эти годы, 94-го года, я каждый год наращиваю разные виды помощи для Армении. И должны понимать, у нас всего одна родина. И должны все делать много чего для этой родины. И вы должны скоро начинать делать. Потому что без этого у нас этой родины не будет. А без родины мы будем просто какими-то бомжами, которые крутятся по меру. Строительный бизнес – это разно. Это что? Это если ты делаешь собственный проект или ты идешь на господряды. Ты хочешь стать кем-подрядчиком? Строить объекты для государства или для каких-то компаний? Или развивать свой бизнес? Части строительства? И если и то, и то рассматривать? Если и то, и то рассматривать, начнем опять сначала. Нужны знания для этого. Поэтому вы должны эту науку выучить очень хорошо, чтобы потом не ошибиться. Потому что это может быть самый сложный и самый денежноемкий бизнес – строительство. Потому что ты строишь, 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 результат получаешь вот в конце. А этот конец может длиться даже 10 лет. Ты один проект начинаешь, землю купил. Начинаешь сегодня красиво нарисовал. Годами должен бегать, согласовать твои проекты. Может длиться 10 лет. И все это время ты должен иметь ресурс, чтобы финансировать, финансировать, финансировать. Поэтому нужно знание, чтобы там не ошибиться. Потому что тамошняя ошибка – это очень печальная ошибка. Ты много теряешь. А в стадии, если создаешь строительную организацию, легче находить. Тем более для девушки хорошего партнера, который уже в этом бизнесе как-то крутится. Начинать с маленьких подрядов. Потом увеличить, увеличить, увеличить. Тоже интересно. Там быстрые деньги. Но здесь опять вернемся. Ты должен показать, что ты очень порядочный партнер. Потому что тебе никто не будет доверять, если вдруг какие-то сомнения будут. Если ты свой бизнес делаешь, там ты сам решаешь. Ты порядочный или непорядочный. Это от тебя зависит. А вот к тебе второй части обязательно это надо. Может, не поверите, но я ничего не ощущал. Вот просто. Можно, если опять за плодетом, предположить, что вам важнее процесс? Если, хорошо сказали. То есть это для вас... Для меня всегда процесс. Я никогда не считал деньги. Я заработал миллион, десять миллионов, двадцать. Даже я не знаю, сколько я заработал. Вот честно, я вам говорю. А Форбс откуда берет эти цифры? Это же Форбс тоже. Виртуально какие-то цифры рискует. Откуда они знают? Так что то, что вы читаете Форбс, 90% там не верится. У кого больше цифра, это у них больше долгов. Так что... Вы богаче, чем они однозначно. Хотя бы у вас долгов нет. Парни искать в списках. Парней? Да. Не, можете искать. Для парней это нормально. Пусть оттуда будут ваши парни. Спасибо большое. Есть еще вопрос? Пожалуйста. Ну, во всяком случае, там все старые для вас. Ташир и наша деревня, Лерновид называется. Вот это, естественно, самое любимое, самое... В общем, место. А так я очень люблю Ереван. Летом. Зимой не люблю. И только люблю центр Еревана. Дальше не люблю. Поэтому, ну, естественно, наши красивые места. Тилиджан. Степанован. Нет, у нас много красивых мест. Но мне очень приятно летом в Ереване. Ну, не летом, а августом. Июнь-сентябрь Ереван лучшее место в мире. Вот, однозначно. Мы же никогда не получали никакого ответа. Вот никогда. Мы все делаем, 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 делаем. А как они должны ответить? Родина есть твой ответ. Благодарность. А благодарность от кого? Допустим... От жителей от правительства. Ну, допустим, правительство выписало какую-то грамоту тебе, что ты вот такой потрет. Это тебе больше, как говорится, извиняюсь, кайф дает, чем ты знаешь, что ты сегодня помогаешь людям, что ли? Ну, что-то на это вот не надо обращать внимание. Я не из тех, кто ждал какие-то ордена, награды. Хотя они все у меня есть, все высшие награды, но я их не ждал. Не делал ничего для этого. Ты должен делать свое дело. Патриот – это то, что ты делаешь без отдачи. Когда отдача – это бартер. Я это делаю, а ты мне это делаешь.